Хотелось бы рассказать немножко об опыте использования программы по гуманодизайнер в работе в темной сенсорной комнате. В своей работе я уже разработал два занятия, которые мне помогают рассказать детям о космическом пространстве и рассказать детям о мире эмоций. В первом занятии я использую и встроенные анимации, и использую свои картинки и видеофрагменты, которые можно в этой программе вставлять в различные области. Это очень хорошо и удобно. Во втором занятии я вставил целый видеофрагмент, фрагмент мультфильма, который рассказывает детям об эмоциях, о его мире, как они проявляются у других ребят, взрослых. И для детей это очень увлекательно и интересно, потому что, когда появилась данная программа, у нас сразу же возник большой экран практически во всю стену, который помогает это дело спроецировать и показать не на экране маленького ноутбука, как я делал это раньше, а на большом достаточно формате, что для детей, для их глаз и восприятие лучше, потому что, когда они смотрят это на маленьком экране, оно не всегда усваивается. И опять же в этой замечательной программе я нарезал картинки с эмоциями, которые я вставил в выделенную мной область, там, где мне это нужно, подписал их, как мне нужно, и использую для переключения в процессе своей работы с детьми, когда они узнают, что за эмоция нарисована на картинке, угадывают, и, соответственно, потом появляется текст, что это за эмоции, название этой эмоции. Достаточно большим плюсом является то, что большой набор анимаций в программе, их более 900 штук, их можно подобрать как для расслабления детей, так и для активизации ее внимания и активизации их, в принципе, мыслительной деятельности. Не все световое оборудование можно использовать таким образом. А здесь получается два компонента в одном. А также еще весомым плюсом данной программы является то, что есть несколько анимаций, которые представлены в виде каких-то анимационных героев. Это робот, звездочка, которая рассказывает о космическом пространстве, это пчелка, слон, что позволяет вводить в занятия с детьми, в их организацию и деятельности, некого персонажа, который задает какую-то проблему, и ее ребята уже с помощью выполнения каких-то заданий решают. Это очень хороший мотивационный компонент в занятии, который помогает детям понять, что от них требуют сейчас, и что им нужно для выполнения данного задания. ТОРДДИО Еще бы хотелось сказать об эмоциональном отклике детей. Ребята очень хорошо откликаются на все наборы анимаций, какие бы мы ни посматривались с ними, они всегда очень с большим интересом наблюдают за ними, как они работают, как они меняют друг друга. Очень большой эмоциональный отклик я получаю от них, когда включаю, конечно, космические анимации. Для них это что-то необычное, невесомое, никогда они такого не видели, даже просматривая какие-то, возможно, видеоролики с родителями. Они не погружались в такую атмосферу, когда практически стена еще немножко захватывает по бокам и делает некий такой эффект погружения в эту атмосферу. Такого они никогда не видели точно, и на это очень хорошо откликаются, и им это очень сильно нравится. И также ребятам понравилось использовать его на наших занятиях анимации, которые имеют какую-то динамику, в плане чего есть в наборе очень интересная такая анимация с кубиками. Кубики сначала постепенно заполняют стену, а потом начинают менять цвета, выпрыгивать, как-то меняться местами. Здесь получается, что можно организовать некую спонтанную игру. Они пытаются их поймать, они пытаются за ними побегать. Ну, пространства в нашей собственной комнате, конечно, маловато и не позволяет вдоль набегаться, но попробовать их поймать, посчитать, сколько кубиков вылетело, сколько ушло на передний план, сколько ушло на задний план. Мы это можем сделать. Можем назвать цвета, какие принимают кубики, в какие цвета окрашиваются. Все это тоже можно использовать в своей работе для работы с детьми, как с ограниченными возможностями здоровья, так и просто с советишками для ослабления, либо для создания занятий под какую-то конкретную цель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!